всем привет с вами сергей проект по он наступил июнь да уже точнее середина июня книжные покупки ваша любимая рубрика здесь я вам рассказываю что и себе такого интересненького прикупил наконец-то пошли новинку в продажу и можно рассказать реально тех вещах которые свеженькие только-только поступили в продажу они покупка чего-то старенького которое давно откладывалась и так что мы можем найти интересного на книжных полках и что если сразу прикупил я сегодня про три издательства вам расскажу не очень много книг все-таки денежный вопрос остро стоит я думаю для всех но поэтому тем более стоит присмотреться что из всего этого многообразия что поступает сейчас на книжный рынок я для себя выбрал начну из издательства книжный клуб фантастика они специализируются на вархаммере это то что делает им деньги и я думаю что сейчас они будут в основном и выпускать первая вещь это гэф торп возвышение иннери дикий наездник это второй том буквально недавно книжных покупках я вам показывал первый томик а я не знаю насколько они связаны но так как у них общее название явно надо читать одно за другим про что тоже вам не скажу потому что даже когда я пытался прочитать что здесь сзади короткое описание у меня язык чуть не сломался вот действительно в архаммере некоторые персонажи герои планеты и прочее таким языком называется что вслух просто не выговоришь ну вот просто фраза да дикие наездники сайн хама славятся мастерством и отвагой особенно их своевольный предводитель ну аду огненное сердце помогая соратнице и в райны постанется шепчущего бога и не ада он случайно пробуждает дремучий угрозу мир гробницу не карантир теперь клан огненное сердце вынужден то более-менее нормальным текстом рассказа но вот а в конце но с какой целью и в райна сопровождает ну аду его родню и в чем заключается интерес по отношению к наялу больному вождю клана огненное сердце они возвращаются на планету а горы миттею прочитал но буду скоро читать кто кстати прочитал или первую или вторую книгу делить впечатлениями ну как там что там интересно кроме таких вот завернутых имен а вот второй томик пристальное внимание к нему во первых это продолжение предыдущего это хроники малуса темного клинка здесь есть приятный бонус я вам покажу полистаю здесь есть комикс черно-белый переведенный это очень круто внутри в этом амнибусе есть варп меч и повелитель погибели а также рассказ об обоих авторов и оригинальной графической новелли о темном клинке дэн абнет один из крутейших авторов вот я вообще все беру дэна абнета что выходит вархаммер храме сомбр 40 тысяч и прочее тут вархаммер означает тут фэнтези часть если помните главный герой малус по прозвищу темный клинок он пытается собрать пять артефактов но я вам про это говорил когда показывал первый томик вот том 2 пора приступать к чтению как вы думаете и не зря я вам сказал что дэн абнета я скупаю все что у него выходит это действительно топчик и вот такой шикарнейший толстенные амнибус называется основание цикл призраки гаунта внутри романы первые единственные создатели призраков некрополь и рассказы здесь о чем речь здесь прожженном хаос системе саббат плечом к лечу стоит многочисленные части имперской гвардии отражающие вторжение получишься еретиков среди верных солдат есть бойцы танец кого первого единственного бездомного полка тем кому пришлось бежать с одной планеты сгинувший под неудержимым натиском темных сил это гвардейцы прозванные призраками они специализируются на разведке и всегда подать самую гущу битвы я честно говоря предвкушаю когда я засяду за этот томик надо выделить себе несколько деньков погрузиться и прочитать магнит пишет мощно цикл хорошая думаю вот хотя обычно когда рекомендуют книги говорят про эзенхорна и прочие вещи но иду не думаю что здесь меня разочарует эта вещь все вот три таких томика я прикупил у книжных клубов фантастики перехожу к издательству а ст здесь у меня две серии одна серия однозначно топчик всегда ее нахваливает и шедевры фэнтези и вот уже второй том цикла от ричарда моргана называется роман холодные легионы естественно полистаю что внутри сзади я аннотацию не читаю чтобы не заспалить потому что я еще первую книгу не прочитал но почему-то я уверен что здесь будет очень круто несмотря на возможный хайп округ в этой книге что тут много шокирующих там персонажей и прочее но опять же я прочитаю первую книгу и после этого вам расскажу как оно и что но пока цикл вызывает противоречивым реакцию моих друзей кто-то восхищен кто-то говорит что как-то слабовато поэтому придется ставить свое мнение не опираясь на них но опять же опираясь на мнение редактора шедевр фэнтези мне нравится повторюсь который раз серия звезды научной фантастики я избранные вещи беру потому что некоторые очень сложные для меня некоторые меня очень разочаровывает проекты я вам отзывы уже и дел внимательно присматриваюсь а здесь же я пошел на поводу о тренде потому что сейчас популярность поляков и вот ярослав джендович я фэнтези цикла вам его рассказывал а здесь же гели 3 тут как раз говорят автор тетралоги владыки ледяного сада который как раз таки выходил вот в этой серии шедевры фэнтези я уже начал читать этот гели 3 пока все непонятное таки киберпанк будущее 2058 год и главный герой норберт он занимается тем что там сейчас уже там не смартфоны амнифоны там ролики меганетом какой-то там уже виртуальная реальность реальность перемешана там войны всякие нефть обесценилась зато киберпреступления все хайпят всем нужны сенсации генерируется на пустом месте новости или фейковые новости подаются убийство прямом эфире и прочее прочее и вот наш главный герой как раз занимается поиском сюжетов вот он устраивается не выдумать аниме снимать присутствовать горячих точках планеты и снимать что там происходит и подавать это все в интернет ну тут он называется мега нет ну посмотрим начало пока бодренькая там буквально несколько страниц уже насыщенно действием как он бежит к месту там казни одного человек точно там несколько людей ну там все только-только закручивается еще буквально пару страниц только прочитал вроде пошло но посмотрим как будет дальше все состоят тоже закончил ну не очень обильно же говорю закупился я книг но опять же тщательнее выбираю книги и не так много книг все-таки выходит у них начали так дозированного выпускать потому что тоже понимают не все люди смогут сейчас потянуть и выкупить тот шквал новинок который нам был обещан перехожу к издательству азбука они позже всех начали выходить из карантина многообещающие книги которые я еще жду не появились в продаже но кое-что интересненькое я вам все-таки покажу ну во первых вот такого страшного бэтмена это заражение конец света наступил и 600 миллионов заразившихся вирусом хайповая какая-то тема и здесь не жизнь то есть здесь какой-то вирус ну почти зомби короче кроваво а очень много страшных кадров там с кровью со всем остальным я думаю он тут строго идет в 18 плюс хотя хотя не факт иногда у нас такой на обилие насилия в комиксах вообще не прикрывается этим значком тут жестоко безумно гениально песнопическая история вот так отзывается том кинг а не знаю завершён этот сюжет или нет но в ближайшее время так точно будет прочитан и когда выйдет это видео думаю я уже прочитаю в комментариях вам спокойно могу ответить понравилось мне или нет все увидите как ни странно комиксов больше меня нету вот такая книга поступила в продажу это большая литература я в последнее время склоняюсь к таким текстам очень хочется читать такую литературу которая заставляет думать меняться что-то вот внутри меня это когда поражаешься героем подвигом людей и прочее особенно когда тема великой отечественной войны владимир богомолов момент истины в августе 44 наверняка вы экранизацию такую смотрели вот очень многие его романа момент истины ван из ось относится к лучшим литературным произведениям о великой отечественной войне будут сзади говорится а я как-то это еще не прочитал хотя потихоньку начинаю наверстывать и стараясь побольше читать произведение о великой отечественной войне вы наверное слышали уже были как вот они сражались за родину прочитал василя быкова почитал сейчас вот еще и богомолов тоже у меня будет на очереди обязательно прочту пока с этим автором я не знаком и финальная книга тоже вы скажете ну как ты можешь не знать это автора а дело в том что я наслышан о нем я знаешь существует такой сыщик и вот здесь цикл называется все расследования мира вульфа автор рэк стаут лига перепуганных мужчин вот таком красивом оформлении я вот эту классика детективов все скупаешь чтобы как раз таки у меня уже есть мегре у меня есть уже романы чейза у меня уже есть симеон и прочие прочие авторы его теперь туда присоединяется рэк стаут тоже мне надо почитать как он пишет на что похоже год главный герой его помощник внутри здесь три романа острия копья лига перепуганных мужчин и снова убивать ну как раз таки я слышал что существует персонаж не ровульф у него помощник арчи гудвин но и ни одной истории я не читал возможно смотрел какие-то экранизации но так как так сейчас на ум ничего не не приходит поэтому вот просто буду ознакомиться с классика детектива чтобы просто знать и оперировать ну что я вот детективах не только в современных начинаю разбираться но еще вот в такой вот классике ну что вот такие книжные покупки я ими очень доволен вещи интересные вроде бы проходящих каких-то вещей нету вархаммер в шедевре фэнтези звезды научной фантастики сюда же как звучит классика детектива да и большая литература и комикс я думаю однозначно будет будет интересно и не так сильно увеличится мой моя очередь на чтение который потихоньку растет но я стараюсь и уменьшать уменьшать и скоро я думаю там уже будет не так много книг читайте хорошие книги оставляйте комментарии подписывайтесь на канал сожмите колокольчик и делайте все приятные для меня вещи оставлять какие-то комментарии мы с вами естественно пообщаемся надеюсь что то интересно еще прикупили я то жду еще новинок когда они появляются в продаже обязательно что-то прикуплю но об этом уже расскажу в следующий раз читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока